Добрый вечер! В эфире телеканала Катунь24 новости. Меня зовут Антон Скаль. Начнем с главных тем. Десятки барнаульцев обращаются к медикам с ушибами и переломами. Причина – гололед на улицах Краевой столицы. В центре ДАР открылся симуляционный центр, где студенты-медики познают всю сложность профессии с помощью супертехнологий. Подробности в выпуске. Телеканал «Россия. Культура» снимет фильм о Балтайском крае. Журналистов ждут в Советском районе. Рабочее название нового проекта – «Лебединый рай». В Барнауле завершилась реконструкция значимого транспортного узла. Он находится в центре Нагорного медицинского кластера. Теперь врачам и пациентам будет комфортнее добираться до медучреждений. Сегодня губернатор Александр Карлин лично проверил качество выполненных работ, а также пообщался с пациентами. Александр Магданович, хотел бы вас поблагодарить за такой красивый центр, за такую красивую парковку. Очень удобно и освещение, и машины есть где поставить. В Алтайский медицинский кластер входит краевая клиническая больница с поликлиникой, перинатальный центр ДАР, федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротизирования, онкоцентр Надежда и другие медучреждения. Сюда ежедневно за помощью приезжают не менее 7 тысяч человек. Развитие транспортной инфраструктуры в Нагорном кластере началось несколько лет назад, а в последние три месяца работы проходили интенсивнее. На территории кластера появилось 770 парковочных мест, расширена проезжая часть, обустроены пандусы. Работы обошлись краевому бюджету почти в 100 миллионов рублей. Подрядчик сделал дорогу качественно, сделал объект качественно в срок. Значит, у нас еще остается навесной, это прилегающая территория, это зеленение, газоны, вот, поэтому нареканий к нему не было. Он дал пятилетнюю срок гарантии, поэтому я думаю, что мы будем этот объект содержать в достойном виде. Одно из крупных медучреждений Нагорного кластера, перинатальный центр ДАР, построен по инициативе президента Владимира Путина. Его решение участвовать в президентских выборах в 2018 году, сегодня, во время посещения медицинского кластера, прокомментировал губернатор Александр Карлин. Я думаю, выражая не только свое личное мнение, а мнение подавляющего большинства жителей Алтайского края, что мы искренне, глубоко поддерживаем решение нашего действующего президента. Мы видим, как под руководством лидера нашей страны, нашего государства, идет развитие экономики, меняется наша страна. А мы развиваем регионы. Эффективность работы программы «Земский доктор» – формирование местных бюджетов и борьба с несанкционированными свалками. В парламентском центре прошло заседание Совета по взаимодействию АКЗС с представителями районов Алтайского края. Заседание Совета по взаимодействию проводится два раза в год. На нем обсуждаются наиболее актуальные вопросы жизни районов и городов края. Например, формирование местных бюджетов и межбюджетные трансферты. Накануне на сессии Краевого парламента было принято решение о дополнительной финансовой помощи муниципалитетам. В целом, финансовую помощь, если сравнивать с прошлым годом, с 2017 года, она увеличена на 300 миллионов рублей. А вообще муниципалитеты, субсидии, субвенции мы направим в 2018 году более 20 миллиардов рублей. По словам Александра Романенко, беспрецедентная финансовая поддержка позволит районам полностью рассчитаться со всеми накопленными за предыдущие годы долгами. Представитель комитета КЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев затронул вопросы эффективности работы программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». К сожалению, лишь 30% молодых специалистов, получив на свое обустройство 1 миллион рублей, отработав по программе положенных 5 лет, остаются жить в районе. По мнению Александра Лазарева, муниципальные власти должны активнее заниматься вопросами закрепления медицинских кадров на селе. На селе где-то в глубинке один доктор, и он должен во всех сферах ориентироваться, и вот это часто пугает. Поэтому не так престижно, и поэтому туда стараются привлечь людей те, которые наиболее к такой работе могут быть приспособлены. Их надо поощрять, потому что работать там гораздо тяжелее. Председатель Комитета Краевого парламента по местному самоуправлению Борис Трофимов рассказал, как в крае работает очень важный закон о старостах. Он напомнил, что в полномочия старосты входит, например, информирование населения о чрезвычайных ситуациях, о важнейших краевых и федеральных законах, разъяснять вопросы благоустройства, налогообложения и многое другое. Однако на сегодня из полутора тысяч населенных пунктов края эта важная вакансия закрыта только в 250. Главной проблемой остается финансирование работы старост. И решить эту задачу предстоит уже в следующем году. Владимир Токмаков, Роман Хайрулин. Новости. Продолжаем выпуск. Правильная оценка образования – гарантия качественного обучения. В Алтайском крае прошла девятая межрегиональная конференция имени Ивана Шалаева. Всего в конференции приняли участие около 500 человек. Это руководители образовательных учреждений, представители Министерства образования и науки. Они обсудили качество образования в регионе. Как отмечают специалисты, прозрачность оценки качества – залог улучшения всей системы. Один из примеров такого подхода – бийский лицей «Интернат». Построены постоянные участники конференции имени Шалаева, которая с 2014 года входит в топ лучших школ страны. «Доставить возможности для раскрытия способностей, для того, чтобы дети как можно больше поняли про себя уже в средней школе, для того, чтобы они попробовали себя в разных видах деятельности и выбрали для себя то, что ему интересно, там, где он успешен, там, где он хочет себя реализовать в дальнейшей жизни. Поэтому наши дети, уже обучаясь в лицее, определяются со своей будущей профессией». К другим темам. Около 400 многоквартирных домов отремонтируют в следующем году по программе капремонта. Качество работ возьмут на контроль специальные комиссии. Эксперты следили за реализацией программы и в 2017 году. «В 2017 году мы должны отремонтировать 481 дом. То есть, получается, у нас на сегодняшний день мы отремонтировали 367. Более 100 домов у нас еще в работе. Но до 1 января мы программу выполним». Подрядчики капитально отремонтировали фасады. Инженерные системы заменили более 200 кровель. Так, в Барнаульском доме по адресу Союза Республик 30 ремонт крыши не проводился больше 30 лет. По словам жильцов, верхние этажи промерзали. За два месяца подрядчики полностью перекрыли и утеплили кровлю. «При капитальном ремонте, если это требуется, обязательно предусматриваться утепление. Вот здесь как раз-таки предусмотрено утепление. Будет более эффективно расходоваться тепло. То есть, кроме того, что мы смотрим, что здесь новая крыша, но здесь еще не будет экономия тепловой энергии». Почти 40 лет трудового стажа и звания «Заслуженный механизатор страны». Житель села Новичих и Сергей Копкин – один из четырех работников сельского хозяйства в крае, кто получит премию за верность профессии. С механизатором пообщалась и наша съемочная группа. Главное – не лукавить. Этому правилу работы новичихинский механизатор Сергей Копкин обучает молодых коллег. Вспоминает себя в их возрасте. Сел в кабину трактора сразу после школьной скамьи. И работает вот уже 39 лет. Стаж внушительный. За вклад в развитие сельского хозяйства в регионе Сергей Алексеевичу достоин премии за верность профессии имени Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной. Сергей Копкин – один из четырех тружеников в крае, кто в этом году получил губернаторскую премию – 125 тысяч рублей. Летом работа в полях, зимой на животноводческом комплексе. Сергей Копкин любит машины, поэтому за баранкой проводит круглый год. Директор хозяйства, где трудится механизатор, уверяет, Сергею Алексеевичу можно доверить любую технику. Это механизатор-профессионал, который не то, что вот там в школе получил права, а когда-то учились, вы знаете, были профессионально-технические училища, их заканчивали и выходили, ну, настоящими механизаторами. А у него громадный опыт, и он технику осваивает очень любую. В конце года Сергей Копкин уходит на заслуженный отдых. К этому времени поставил цель – воспитать преемников, будущих лауреатов губернаторской награды. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. Симуляционный центр Алтайского медицинского университета открылся в крупнейшем за Уралом перинатальном центре ДАР. Там, на новейшем оборудовании, будущие и уже практикующие акушеры-гинекологи, неонатологи будут оттачивать свои профессиональные навыки. Например, учиться принимать экстренные роды, когда жизни матери или ребенку грозит опасность. Для этого в обучающем центре есть роботы-симуляторы, рожениц, доношенных и недоношенных детей. А еще реанимационные системы для малышей веса меньше килограмма. Симуляторы отличаются реалистичностью и большим функционалом. Их можно запрограммировать на любое заболевание и отрабатывать на них даже кесарево сечение и другие хирургические методики. На то, чтобы внедрить все эти технологии обучения, понадобилось 36 миллионов рублей из федерального бюджета. Соединение учебного процесса, науки и практического здравоохранения даст положительные результаты в качестве подготовки наших выпускников и в будущем по переподготовке мальчей. Удержаться невозможно. Десятки барнаульцев обращаются к медикам с ушибами и переломами. Причина – гололед на улицах краевой столицы. Как избежать падения на льду и если не удержался, то как правильно падать, разбирался Дмитрий Бутков. Красноармейский – не только один из самых оживленных проспектов Барнаула, но и самый травмоопасный участок. Так считают подписчики групп нашего телеканала в соцсетях. Опрос показал, как ни странно, именно на гололед в центре города чаще всего жалуются барнаульцы. Например, в топе самых травмоопасных участков – проспект Ленина, улица Чекалова, Мерзликина и другие. Буквально на этом самом месте несколько дней назад я подскользнулся и упал. Как сказали в травмпункте, получил ушиб. И все-таки как обезопасить себя на городских скользких улицах? Прямо сейчас узнаем у барнаульцев. Как сделать так, чтобы не упасть? Демонстрировать. Можно даже. Научите меня. Буду. Пачкаться не хочется. Вы знаете, я сейчас как-то с Томском сравниваю, так у нас очень хорошо. По крайней мере в центре. Там ужасно. Быть на скользких улицах падали, подскальзывались, получали травмы? Нет, потому что хорошая обувь спасает. Говорят, есть какая-то техника, чтобы не упасть. Знаете об этой технике? Напрягать мышцы, идти более расслабленно. Ну, единственное, что знаю, это руки вперед выставить. То есть как? Покажи, можешь показать. Ну, как показать? Чтобы как бы лицом просто не удариться, что... Ну, да, вот руки вперед выставить, на них приземлиться. А какие средства, может, поделись, будем знать? Капусту привяжите листей, будет хорошо. Лист капусты мне точно поможет. Лист капусты, не один раз, конечно. Несколько раз положите и завяжите. Можно два листа положить? Можно и два. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Эта фраза из комедии «Бриллиантовая рука» всегда актуальна, а особенно зимой. За день в городскую больницу номер 11 из 50 пациентов только трое обращаются с ушибами, которые получили из-за гололеда. С переломами обратилось всего двое. Универсального средства от падения, увы, нет. Все происходит мгновенно. Каждого человека на уровне спецназа не подготовить, как правильно сгруппироваться и упасть. Совет один в основном для женщин. Каблуки убрать и все-таки смотреть не на витрины, а под ноги. И еще несколько полезных советов. Когда идете, выньте руки из карманов. Чем больше размахиваете руками во время падения, тем больше шансов удержаться на ногах. Ходите с чуть согнутыми коленями и, желательно, мелкими частыми шагами. Если вы все-таки получили травму, то сразу обращайтесь в травмпункт. Не откладывайте поход к врачу на завтра. Дмитрий Бутков, Анатолий Фукс. Новости. Почувствовать себя на высоте предлагают организаторы праздника «Алтайская зимовка». Во время соревнований по ледолазанию любой желающий сможет сам подняться по скалодрому. Конечно, со страховкой и под наблюдением опытных альпинистов. Всем желающим возможность попробовать, что это такое. И предоставим снаряжение, будем страховать, рассказывать о технике безопасности, о том, как правильно, как нужно, как не нужно действовать на вертикали. И, скажем так, все желающие, кто захочет, могут попробовать приобщиться к нашему виду спорта. Ну а если покорять вершины скалодрома не захочется, можно просто поболеть за участников открытого чемпионата по ледолазанию. Приедут спортсмены из Томска, Новосибирска и Кимирова. Ждут не менее 50 участников, рассказывают организаторы. Быстрее и выше – это главные критерии, по которым будут оценивать участников. Соревнования пройдут на уличном скалодроме в парке Изумрудный. Его построили своими силами спортсмены клуба «Восхождение». Аналогов такой площадки в нашем крае не существует. В преддверии самого главного зимнего праздника в кинопрокате все чаще появляются новогодние комедии. Например, сегодня на широкие экраны вышли «Очень плохие мамочки-2». На закрытом предпоказе побывала Анастасия Романова, и она готова рассказать, почему этот фильм стоит посмотреть в кино. Все еще не знаете, как поймать новогоднее настроение? Спешите в кино. В декабре прокатчики радуют огромным количеством романтических комедий, как говорится, на любой вкус. В этот раз зрители закрытого предпоказа «Киномир Галактика» – влюбленные пары, молодые семьи и подружки в декрете. Еще бы! На экранах американская комедия «Очень плохие мамочки». И это уже вторая часть. Это комедия предновогодняя, она про праздники, про семейные ценности, но с ноткой хулиганства, скажем так. Одна из тематик фильма – это предновогодняя суета, и кутерьма вокруг праздников, и головная боль с ним связанная. Для многих это действительно актуально, и позволяет взглянуть, возможно, на себя с этого ракурса и паронизировать. Множество динамичных и ярких сцен, а главное – добрый юмор. Мамочке – идеальный вариант для просмотра в кино. Кстати, детей лучше оставить дома. Возрастное ограничение – 18+. Зима началась, все ближе к Новый год, поэтому хочется, чтобы почувствовать праздник, что он уже приближается, что вот-вот. А комедии они же заряжают позитивом, и поэтому вечером стоит прийти и посмотреть. Мы пришли сюда не случайно, мы мамочки дважды. Дважды? Дважды. Да. И мы подумали, что перед Новым годом нужно зарядиться энергией, позитивом, чтобы детям это дать, нашим и мужьям. Любые комедии, где присутствует елка и что-то похожее на Деда Мороза или Санта-Клауса, по-любому заряжают новогодним настроением. По словам постановщиков, в этом фильме каждый найдет частичку себя, а режиссер и сценарист Джон Лукас знает, что говорит. Ведь именно его мальчишник в Егасе когда-то покорил весь мир, взлетев на вершины киночартов. Получится ли это у очень плохих мамочек? Проверим в кино. Фильм в прокате до 20 декабря. Анастасия Романова, Денис Кузьменко. Новости. Телеканал «Россия. Культура» снимет фильм об Алтайском крае. Журналистов ждут в Советском районе рабочее название нового проекта «Лебединый рай». Документальная лента расскажет о двух российских лебединых заказниках. Один находится на Чукотке, где птицы кормятся и выводят птенцов. Другой на Алтае, где они зимуют. В Советском районе съемочная группа будет работать с 10 по 16 декабря. Хронометраж будущего фильма 39 минут. Его премьера на канале «Культура» состоится весной 2018 года. Каналу был интересен фильм о лебедях. Я стал смотреть, что есть, собственно, в стране. Наши по лебедям и сразу попал на «Лебединый заказник Алтайский». То есть это очень интересное место, уникальное. Здесь лебеди зимуют, их много. Красивая картинка, снег, лебеди. Поэтому мы выбрали это место. Фильм «Лебединый рай» расскажет еще и о людях, которые изучают этих птиц. Один из героев будущей картины – алтайский орнитолог и фотограф Алексей Эбель. Его съемки «Дикой природы» можно увидеть в нашем проекте «Живой Алтай» на сайте katun24.ru и в социальных сетях. На этом у меня все. Хорошего вам вечера. И помните, если хотите первыми узнавать о самых главных событиях в жизни алтайского края, смотрите телеканал «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова